Всем привет, с вами я, Дима, и как и обещал, я вновь погружаюсь в мир шмоток, косметики, причесок, тоналки, ну и прочей женской ерунды. Женщины без обид, просто для красного словца сказал. И если в прошлом ролике я разбирался, почему девушки играют меньше в видеоигры, то есть проводил профессиональную аналитику, то сегодня мы просто поиграем в то, что предлагает женским особям рынок игровой индустрии. Но перед началом, секундочку по-настоящему мужской игры. Говорю я сейчас о World of Tanks. Многие из вас, я уверен, ломают голову над тем, чем бы сейчас заняться дома, поэтому танки в помощь, как говорится, уж они точно избавят вас от скуки. Особенно если играть с друзьями, то есть собираетесь вместе и вперед выцеливайтесь, стреляйте, взрывайте, уничтожайте, форсируйте, прокачивайте свою технику и, конечно же, скилл. Ну а регистрируясь по ссылке в описании, новички получат танк Т2ЛТ, неделю премиум аккаунта и 400 тысяч кредитов. А для тех, кто не заходил в игру более 30 дней, до 30 апреля включительно, ждут 14 дней танкового премиума, аренда одного из трех премиум танков 8 уровня на выбор, а также различные бустеры. Так, ну и что, завершили прошлый выпуск мы играми Барби, и те, кто смотрел, знают, что у меня их еще до пизды осталось, потому что скачал ее целый сборник, так что Барби секретный агент. По сюжету, наша героиня, вкупе с ее подругами, начинают пропадать конечности, так как купленный с Алиэкспресс костюм, именующийся как невидимка, оказался бракованным, и невидимыми теперь становится... Боже, что я не сон, на самом деле здесь нет сюжета, забейте, нам просто тупо сходу говорят, что пора бы уже обучиться новым движениям. И не надо мне сейчас засорять комментарии своими пошлыми шуточками, маленькие вы извращенцы. На самом деле, речь идет о движениях, которые помогут в бою, хотя понять это тоже достаточно трудно, так как в каждой игре Барби у русских локализаторов шизерта... Так, не буду пошлым. Огурцы не доедают, а садятся за озвучку, вот. Это отличная вещь, если вы хотите отвлечь охрану или забраться в недоступное людям место. Привет, Барби! Кстати, вы уже заметили, да, игры про Барби были толерантными задолго до всей этой движения, которая сейчас происходит. Я уже отмечал, в принципе, этот факт в прошлом ролике, поэтому отмечать его снова не буду. В общем, по классике, нам нужно выбрать костюм для нашей Барби, куда без этого в девчачьей игре. Ну и вот я уже на тренировочной площадке, и я не знаю, стоит ли вам тут показывать, как я скачу по этой тренировочной площадке, но в целом могу сказать, что это даже неплохо. Мне это чем-то напомнило Человека-паука 2000 года, то есть... То есть, да, по сути, это и есть Человек-паука в женской версии. Но в отличие от Паука, где, пацанов, учили лишь трагом, в Барби присутствуют, на самом деле, важные напустые, помогающие адаптироваться в социальной среде, и я сейчас не шучу. Далее мы узнаем, как разговаривать с людьми. Подведите Барби к охраннику. Когда вы будете стоять перед людьми, они будут говорить с вами. Убедитесь, что они стоят лицом к вам. Если человек вас не увидит, он не узнает, что вы тут. Да и вообще, тренировка, конечно, оставила приятное впечатление, так как, несмотря на вечные мои проёбы... Упс, вас обнаружили. Меня приятно похвалили. У вас хорошо получилось? Вы так естественны? Отлично. Вот так. Отличная работа, так держать. Ну и по завершении тренировки меня отправили в парк, где я встретился с Терезой, у которой украли всю модную одежду, и которая попросила меня помочь... Помочь с этим и наказать воришек. Я решил, что... Пускай, блядь, сама справляется. Барби, принцесса и нищенка. Я так и не понял, за кого именно я тут играю, за принцессу или за нищенку, но судя по платью, я принцесса. А судя по заданиям, которые мне дают, я нищебродка ещё та. Собери цветы и положи в вазу, найди котёнка, покорми котёнка, погладь котёнка, найди все розы, спрятанные по дому, принеси книгу. Увлекательно капец, конечно, поэтому не буду спойлерить, пройдите сами. Ещё мне понравилась Барби в Нью-Йорке. Кстати, забавный факт. Большинство игр про Барби носят названия, характеризующие положение самой Барби в обществе. То есть Барби принцесса, Барби секретный агент, Барби русалочка, Барби детектив, Барби искательница приключений. Но тут, видимо, цензура перекрыла оригинальное название Барби шлюха, так как цель этой игры ходить и искать себя парня. И знаете как? Тупо целовать каждого встречного. Блять, даже в грязном джеке, где цель довести себя до постели, присутствует общение. Приветик. Помоги мне выбрать парня. Кто из этих ребят тебе нравится? Ты просто прелесть. Ты просто прелесть. И знаете, вот то, что игры про Барби, как я и говорил, у меня до ПСД, это не затмевает тот факт, что разнообразия тут нет. То есть большинство игр про Барби это квесты, где нужно щелкать мышкой. Да, это неплохо для смекалки, в отличие от пацанских игр, где только бои расчлененка, но для моего ролика это ни черта не годится. Так что я решил поискать что-то помимо Барби, но тут же столкнулся с проблемой. Больше нихуя нет. То есть опять квесты, в которых вам нужно искать расческу в колодце, но, как я и сказал, это неинтересно. Была у меня попытка скачать, кстати, Дом 2 Построй Свою Любовь, но она не запускалась, причем качала несколько версий, потому решил, что может быть это даже к лучшему, так как Ксения Анатольевна и так хватает на ютубе. Это я, Ксения Собчак. Мы счастливы! А вот кого не хватает на ютубе, так это Лера из группы Ронеток, согласитесь. Но и тут хер мне, а не контент. Все, что запускается в скачанном архиве, это клип про безопасный секс. И тут я снова решил включить свои мозги и подумал, Хм, 2020 год, а ни одна уважающаяся девочка в принципе не сядет уже играть в компьютерные игры. То есть зачем, если есть мобильные? Однако, если в Play Market ввести в поиски игры для девочек, большинство из них будут опять-таки из разряда «Разукрасть мне ебало, да накинь чего-нибудь сверху». Это полная хрень, и если у вас вдруг есть или будет дочка, или вы сейчас девочка, которая только предстоит рожать, не надо это скачивать, это бесполезная чушь. Девочки рождаются лишь для репродуктивной функции, поэтому сейчас мы отберем с вами действительно полезные игры. Виртуальная беременная мама, семейный симулятор. Так, как вы видите, тут нам только предстоит родить карапуза, однако это не менее важный момент в жизни любой матери, ведь уже в дрове ребенок, я, если что, не болею, просто за такие словечки прилетает демонтизация, мне оно не надо. В общем, уже в дрове ребенок начинает формироваться как личность. Вообще, если у вас есть беременные знакомые, то киньте, пожалуйста, им ссылку на мой канал. Гарантирую родиться смышленый ребенок. Запуганный, конечно, но смышленый. Итак, первое задание, которое мне дает игра – разбудить мужа. И это и правда важно. То есть, несмотря на то, что у вас внутри другой человек, это не оправдание не выполнять свои супружеские обязанности, такие, например, как дарить любовь. Ну или, например, готовить еду для виртуальной семьи, что немаловажно – здоровая еда. То есть, тут даже есть рецепт. Вот, закидываем в блендер две веточки винограда, полтора апельсина и штучку манго. Все взбалтываем и получаем прекрасный ужин для всей семьи. Свиные ребрышки. Также не стоит забывать отправлять уже имеющихся детей в школу, если они у вас уже имеются. Так как, если вы после нового рожденного будете забивать на старых рожденных, то, ну, потеряется смысл в рождении тех вот старых. Зачем вы с ними мучились? Однако, если вы уже понимаете, что, ну, вряд ли их ждет светлое будущее, можно, в принципе, забить. Не стоит также забывать прощаться с мужем, когда он уезжает на работу. Вообще, напоминайте себе как можно чаще. Желательно, чтобы не было потом всех этих слезивых историй про измены. Естественно, блять, мужик будет изменять, если про вас просто забудет. Поэтому еще от меня лично совет отправляйте желательно смски каждые, ну, хотя бы минут 10. И, к сожалению, продолжить раздавать советы, которые предлагает эта игра, я уже не могу, так как мамка застряла в двери. Хотя, возможно, это один из советов. Да, желательно еще до беременности продумайте в своем доме двери. Есть шанс, что потом тупо не влезете. Следующая игра называется «Виртуальная мать-одиночка». Возможно, это сиквел, в принципе, к прошлой части. Я ж не знаю, может быть, она там забыла про отправлять смски. Но тут у меня три спиногрыза. С одним я даже сплю в одной кровати, а другие... Не знаю, что с другими, потому что, по всей видимости, меня на карантин закрыли. Я не могу отсюда, блять, выйти. Да. Ну и, наконец, я нашел игру, в которой учат уже, как обращаться с младенцем. И такого поворота в своей жизни я, конечно, не ожидал, что в 23 года я буду с обосранными руками метаться по дому и искать чистый подгузник. Но вообще, на самом деле, тут много чего полезного. Я вот тут и соску мыл, прежде чем дать бутылочку ребенку. То есть это важно, действительно. И чистил зубы уже подросшему спиногрызу. И готовил тосты, и мыл посуду, и присыпкой обрабатывал зад своему ребенку. И какал без бумаги. В общем, спасибо вам, девочки. Не будь вас на моем канале, я бы никогда этого не сделал. Люблю вас всех. Ну а на этом все. Кстати, у меня есть инстаграм. Всем спасибо за просмотр. Готовлю вам несколько роликов на жуткую тематику, как вы любите. Так что можете поддержать этот ролик лайком. Меня это очень мотивирует. Правда, первые два дня, потом я так же ленюсь. Но если и правда понравилось, то почему бы и нет. Да? Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok